привет всем кому интересен ремонт сегодня у нас audi a8 2000 года с двигателем 2 и 5 дизель а к е это у нас 180 лошадей это типичный представитель цыганского автопарка в самом широком смысле этого слова то есть машина куплена цыганом у цыгана и изначально машина работала неисправно есть у нее несколько неисправности к основным именно то чем в первую очередь займемся это очень сильная пробуксовка при начале движения ну и вероятно при последующем движении я не рискнул они никуда ехать потому что масло между коробкой двигателем выливается просто ручью в автомобилях с автоматической трансмиссией часто бывает именно недостаток трансмиссионной жидкости и являться причиной пробуксовки но все плохо в том что как я сказал машина эта цыганская поэтому если мы снимем коробку и обнаружим что протечка масла у нас действительно ввиду износа резинок между короче с обеих сторон гидротрансформатора поменяем поставим коробку назад дольем масло именно не заменим а дольем потому что никто менять масло не хочет как вы понимаете и машина заработает и все будет хорошо то я очень надеюсь что мы получим деньги в срок и полном объеме хуже если машина продолжит буксовать ввиду допустим износа фрикционов либо неработоспособности гидротрансформатора что тоже может быть либо по другим каким-то причинам потому что ну честно сказать я небольшой специалист в автоматических трансмиссиях точнее всего сказать я вообще ни разу не специалист в автоматических трансмиссиях и как правило я никуда больше чем замена масла туда не лажу вот но я слышал что именно бывает и так вот и если машина все-таки никуда не поедет то это очень плохо потому что придется как-то этот вопрос решать хотя клиент вроде бы осведомлен и все но цыганская доля тяжела вот поэтому посмотрим как она будет дальше еще одна немаловажная проблема так это то что в бачке омывателя у нас вот такое вот безобразие это у нас маслица взбитая причина появления этого масла разумеется нам неизвестно я надеюсь что это теплообменник ну запросто может иметь место перегрев головки блока цилиндров одной либо второй либо обеих нам об этом конечно же никто не скажет но это если и будет то это будет уже другая история другое видео но это не точно машина у меня все выходные провисела на подъемнике поэтому все масло здесь уже практически скапало но то что у нас стекло именно непосредственно между коробкой и двигателем это было очевидно ну что ж приступим демонтажу смотрите что я здесь подумал нам надо вывешивать мотор у нас вот одна проушина вот вторая проушина обе они закреплены болтиками на м8 к алюминиевому корпусу коллектора и это и это но это еще пол беды третья проушина у нас закреплена мало того что также к алюминиевому корпусу так еще и смотрите на какое тельце тоже болтиком на м8 инженер который это дело расчерчивал на бумаге явно не собирался работать под машиной что то как то вот это проушина мне совсем не нравится я ее использовать не хочу значит так посмотрим если мы снимем кожух турбины может быть сам за саму трубу удастся еще третьей точкой закрепиться но насчет этих проушин конечно будет посложнее но использовать нам их придется как основные и помолимся бошу чтобы нам этот мотор не упал на голову потому что он тяжелый я конечно не говорю что это лучший способ крепления двигателя но я предпочитаю лучше так и рисковать отломанной турбиной сломанным двигателем напополам чем рисковать собственным здоровьем конечно же вывесить двигатель за турбину тоже не лучший вариант я вот смотрю вот он у нас раз проушина он она два проушина видите которая она скрепит водяную трубу так вот я думаю снизу обернуть цепью и закрепить чтобы она не соскользнула попробуем так насрать бы в руки инженеру и и Подушки двигателя. Неожиданно, подушки коробки. Я в строительном магазине приобрел листочки разной длины. А потом, когда подрамник снимем, перехватимся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Болты такие, наверное, аж в самое днище водителю вкручиваются. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, смотрите, стартер я вымнул Для этого мне пришлось подушку открутить И вон там Видите, маховик и в нем болт Под торкс Вот его надо выкрутить Дальше проворачиваем двигатель На треть оборота Выкручиваем следующий болтик Еще на треть оборота Еще один болтик Всего, ну по идее, должно быть три Ну, честно говоря, я уже ничему не удивляюсь Ну, надеюсь, что их три Ну, вот Уже веселее Здесь небольшая, как бы, у меня засада Потому что гидротрансформатор Никак не хочет выходить Я его уже пытался сюда слегка так подцепить И все равно не выходит Обычно он выскакивает достаточно просто Что же с ним случилось? Попробую поковыряюсь По результату вам скажу Так, значит, смотрите, что я сделал Вот так уголок залепил И подкручивая болт Я чуть длиннее нашел по резьбе Натягивал с этой стороны А за эти болты слегка монтировкой Подпомогал Вот И в результате вышло Еще не снимал Сейчас я выкручу этот болт И вместе с вами посмотрим Здесь пока болтики такие нашел Надо было подлиннее Здесь на М10 и шаг 1 мм Ну вот, в принципе, как-то так Видите, да? Значит, у нас Сейчас положу и объясню Значит, смотрите В принципе, вот из-за этого я и не мог Просто вымнуть гидротрансформатор Обычно он выходит свободно А вот эта вот Шейка такая металлическая Это у нас Вместе с вот этой проставкой Это, грубо говоря, часть коробки Она должна оставаться в коробке Когда гидротрансформатор вытаскиваешь И вот он, он сальник Внизу Вот это вот все у нас По всей видимости Пришло в негодность Давайте попробуем Вот это вот Снять Как-то не хочет оно цепляться Конечно, есть там еще тысяча способов Как это все можно сделать Можно пару соплей сваркой Насрать Можно просто болгаркой полосануть Чуть или маленьким бурмашинкой Пропилить В принципе, я снимаю вообще-то так Ради любопытства чисто Вот оно пошло Вон оно что Оно у нас еще и в замке идет Сейчас я покажу Я вот этого не знал Видите, вот он у нас Замок Сейчас снимем Посмотрим ближе Так как оно у нас Вращалось Получается Вместе С гидротрансформатором Поэтому оно слегка Прикипело Такое впечатление Как будто бы оно Припаяно должно быть С завода Оно здесь Прикипело Насмерть И вот хорошо Что у нас есть здесь Код детали Это очень здорово Ну, в принципе, как я и предположил Это у нас отдельная деталь Это у нас отдельная деталь Код детали 0501-314-025 Это у нас стулка Автомат коробки Беда в том, что у нас Очень сильно похерена Шейка гидротрансформатора И можно было бы В теории Взять его проточить Взять его там На десятку Снять Потом взять Ремонтный сальник Вот эти вещи Вот эти вещи тоже Я смотрел Ремонтные есть И потом все это собрали Но это можно бы было делать Если Я работал За бутылку водки И если б гидротрансформатор Стоил как почка Тогда было бы Целесообразно его спасать В нашем же случае Мы найдем гидротрансформатор На помойке То есть на разборке Вот эту деталь Сальник И вот здесь у нас Еще такая квадратная шайба Мы это дело Закажем оригинальное Вот Но это так в теории Потому что Как я говорил Чья машина Какие там планы у хозяина Надо еще посмотреть Короче Значит так Позвонил я Уздал сколько будет стоить Ремонт гидротранса Трансформатора Уздал я Можно ли на разборке Найти гидротрансформатор отдельно И в результате Самый дешевый вариант Это купить на разборке Просто коробку Уже с гидротрансформатором И не Мозги Вот Почему еще Это очень правильный выбор Потому что Потому что Такие вещи Происходят На коробке Когда На гидротрансформаторе На коробке Когда Коробка Ездила С недостаточным Уровнем масла Она перегревалась В результате Вот эти у нас все Вкладыши Позалипали Поэтому Коробка Тоже Не в самом Лучшем Состоянии И это Будет Правильное Правильное Решение Поменять Вместе с гидротрансформатором Коробку Ну как-то Так Ждем Ответа клиента Как мы Поступим Ждем Ну вот почему Как цыгане Так засада Денег у него На ремонт Нет Он говорит Меня поймали Меня оштрафовали Я уже в тюрьме Успел посидеть Немного Вот поэтому Денег нет И я принял решение Отвести машину На разбор Но Тут вдруг Появился Один из моих Постоянных клиентов И он Машиной Заинтересовался Он хотел бы Ее купить Отремонтировать И оставить Своему сыну Вот В результате Чего Машина Успешно Была продана За 300 евро Здесь одного Алюминия На 400 Вот потому что Кузов здесь Полностью Алюминиевый Вот И что значит Значит Мы продолжаем Наш Марлезонский балет Вот значит Заказана коробка С гидротрансформатором Походу Надо определить Еще Откуда у нас Попадает Масло В систему Охлаждения Вот И что еще Перезалить Раздатку Раздатку Коробку Редуктор И скорее всего Еще поменяем Газораспределение Ну как-то так Будем продолжать И начнем мы Пожалуй С масла С масла В системе Охлаждения Дело в том Что честно Сказать На масло Это не очень похоже К тому же Она очень светлая А так как У нас Пришел Кирдык Коробки С гидротрансформатором Из-за Недостатка Масла То вполне Возможно С коробки Через Охладитель Масла Коробки Передач Масло У нас И попало В систему Охлаждения Но На запах Это не похоже На трансмиссионное Масло Потому что Как вы знаете Оно Вонючее Что же Это может быть У меня Такое впечатление Я могу ошибаться Как будто Где-то Далеко Присутствует Запах Солярки Дело в том Что в этой машине Есть Охладитель Солярки По одному Контуру Здесь идет Охлаждающая Жидкость А по другому Дизельное Топливо Вот с него Мы и начнем Отсоединяем Трубки Откручиваем Здесь у нас Три болтика Под Шестигранник На 6 На 5 Вот И И проверим И проверим И проверим Ну Видео я Снимать не стал По проверке Потому что Проверка нам Ничего не дала То есть По ходу Он цел Значит так Если это у нас Не охладитель Топлива А охладитель Масла Или теплообменник У нас стоит Новый А какая-то Масленистая Жидкость Продолжает Попадать У нас В охлаждающую Систему Значит У нас В принципе Два варианта Либо Ее не домыли И это Вымываются Остатки Либо Это все-таки Масло С коробки Так как На этой машине Мы все равно Будем менять Газораспределение И нам придется Полностью Выдвигать Морду машиной С радиаторами Совсем Поэтому Я сниму радиатор Отсоединю его От охлаждающей жидкости И от коробки Прежде чем Коробку заливать И отвезу его На проверку Ну проверка Вы помните Как мы проверяли Радиаторы После пайки То есть Подключают шланги Погружают в бассейн И смотрят Как в том анекдоте Бульбы идут Или не идут А пока Мы вывешиваем Вот этот мотор Снимаем подрамник Снимаем колеса Ну и Накидываем коробку Которую мне уже Привезли с разборки Ну и все Привезли с мастерами Ну и все Пишите Пишите Продолжение следует...